Я понимаю, что события минувшего вечера, грандиозный электронный коллапс, занимает практически все сознание цивилизованного человечества. Во всем мире рухнули Фейсбук, Ватсап и Инстаграм. Мы даже предположить себе не могли, как это может повлиять на нашу жизнь. Но, собственно, к утру вторника все более или менее восстановилось. Примерно 6 часов не работали эти соцсети. Кстати, любопытно отметить, что 6-часовая блокировка Фейсбука принесла убытки корпорации чуть больше, чем годовой бюджет Республики Башкортостан. То есть порядка 6 миллиардов американских долларов потерял Марк Цукерберг за эти 6 часов, а эта сумма превышает целый год бюджета для Республики Башкортостан. Тем не менее, жизнь идет своим чередом. И сегодня у нас обзор оперативного совещания в правительстве Республики, которое состоялось вчера утром. Совещание в этот раз действительно было интересно. По крайней мере, мне было интересно его смотреть. Практически все доклады были содержательными. А у нас есть к некоторым из них вопросы и комментарии. В общем, по порядку. Вступление Ради Фаритович делал традиционное. Начал с поздравлений с днями рождениями и юбилеями. И в этот раз он поздравлял Павла Качкаева. Павлу Рюриковичу в минувший понедельник бабахнуло 70 лет. Что, собственно, не мешает нашему уже многократному депутату Государственной Думы продолжать свою карьеру в парламенте Российской Федерации и представлять там Республику Башкортостан. Присоединяемся к поздравлениям Радиа Фаритовича. Однако наши вопросы все еще висят в воздухе. Я имею ввиду те вопросы, которые мы задавали господину Качкаеву перед выборами. Какие еще пагубные инициативы он планирует реализовать в жизнь на посту депутата Государственной Думы от «Единой России». Какие еще платежи по ЖКХ нам ждать за подписью и авторством Павла Рюриковича, мы не знаем. И с содроганием ожидаем его новых и новых инициатив в парламенте. Далее Ради Фаритович упомянул о том, что 14,5 миллиардов рублей Башкортостан получит инфраструктурного кредита от федерального центра под 3% годовых. Мы об этом кредите будем более подробно говорить, обсуждая доклад господина Муратова. Но в целом замечу, что несмотря на то, что долговая нагрузка региона в связи с этим кредитом возрастет до 500 миллионов рублей в год, это обслуживание самого кредита. Но тем не менее на самом деле это позитивная история, потому что дешевые большие деньги на 15 лет это всегда позитивно. И главная задача теперь, чтобы их не разворовали, не растащили и не случилось какое-нибудь у нас очередное Юмагозинское водохранилище. Комментируя ситуацию с COVID-19, Хабиров рассказал о том, что опять видоизменен указ о мерах. Сообщил о том, что ограничиваются доступы в музеи, театры, кинотеатры уже с 4 октября, то есть фактически с сегодняшнего дня. А вот с 12 октября внедряется очень странная и, на мой взгляд, неосуществимая мера. Это ограничение входа в торговые центры для тех, у кого нет прививки, либо есть некие другие ограничения на эту прививку и так далее. Вопрос вот в чем. Во-первых, сколько времени будет занимать вход в торговый центр, если там будет стоять один печальный охранник в черной форме, который будет с каждым отдельным индивидуумом разбираться. Проверять у него QR-код, какие-то документы. У нас достаточно большой выбор документов, которые свидетельствуют о ковидном статусе человека. Это может быть и в телефоне QR-код, и на бумаге, и какая-то справка и так далее. И потом компетенции охранников, насколько позволяют разбираться в том, что такое медотвод, что такое QR-код, как это работает и прочее-прочее. Сколько времени назад человек болел, уровень антител. Ну, то есть, давайте смотреть правде в глаза. Охранник на входе в торговый центр, не врач. Вообще, корректно ли ему предъявлять некие медицинские данные, насколько он их будет хранить в тайне. А это все-таки медицинская тайна здоровья человека и так далее, и так далее. Вот эта мера, на мой взгляд, представляется абсолютно нереализуемой. То есть, либо она будет игнорирована с 12 октября, либо превратится в какой-то адский ад. Ну, и кроме всего прочего, надо понимать и с ужасом представлять те убытки, которые понесет розничная торговля и, в частности, торговые центры от подобного решения. Ну, впереди у нас 12 октября. В общем, будем ожидать, когда эта дата наступит, и увидим, во что это воплотится в реальности. Завершая вступление в оперативку, а вступление это было довольно длинным, Хабиров впустился в воспоминания о том, как он съездил в Казахстан. Он с каким-то детским восторгом рассказывал, как здорово его там кормили, что он утром, днем и вечером ел козы. Это некая разновидность, видимо, копченого мяса, такой общей тюркской кухни. И вот, видимо, здесь на родине его этим блюдом обделяют, а там его давали три раза в день. И Хабиров как-то вот прямо с таким вот неподдельным восторгом нам рассказал, как много этого козы он там поглотил, что вот, видимо, мы должны об этом обязательно знать. Первый вопрос оперативки по расписанию всегда про COVID-19. Забелин отчитался о цифрах. Цифры растут. 68 800 заболевших по Республике Башкортостан. Суточный прирост заболевших уже приблизился к 500 человекам. Койки свободные в госпиталях только на 8%. А вот вакцинация практически остановилась. 1 миллион 295 тысяч вакцинировано первым компонентом. 1 миллион 188 тысяч вторым компонентом. Все отмечают, что темпы вакцинации падают. Лично я вижу здесь причины не только там общую безответственность населения там или еще какие-то факторы. Мне представляется здесь причиной то, что все, кто хотел активно и родил за вакцинацию, уже вакцинировались. По ту сторону воображаемых ковидных баррикад остались только стойкие противники вакцинации. У них есть свой набор аргументов. И эти аргументы уже сформировались в некую идеологию. Соответственно, работать с ними, убеждать уже вот эту категорию существенно сложнее, чем тех, кто был практически готов и согласен вакцинироваться. Кроме всего прочего, видимо, кончаются бюджетники, которых, как показывает практика, можно принудить практически к любому действию. Что, конечно, печально, но тем не менее остается фактом. И, в общем, вот. Потому темпы, конечно, упали столь катастрофическим. То есть, они не вниз пошла кривая, а просто она обрушилась. Но власти предпринимают меры принуждения. Сейчас заговорили о том, что четыре крупных предприятия в Башкортостане получат предписание Роспотребнадзора о необходимости привить весь свой персонал. По какой-то там причине возможной, предполагаемой или уже случившейся вспышки, как ее называют в Роспотребнадзоре, заносе. Ну, не знаю, то есть, насколько это все там коррелируется с законом, с правами человека. Но, судя по всему, в последнее время на это особенно внимания уже и не обращают. Вот. Завершая ковидную тему, дали слово министру образования Айбулату Хажину, который сообщил странное умозаключение. Он сообщил нам, что переводить оставшиеся школы на дистанционное обучение он не видит смысла. Якобы вот то, что там, ну, по Уфе, по-моему, 250-251 школы перешли на дистанционное обучение. Или это по всей республике, я могу путать цифры. Но, в общем, вот какая-то такая цифра. И вот они перешли на дистанционное обучение, и это помогло. А все остальные могут и не пытаться этого делать. Ну, по меньшей мере, нелогично. На фоне вспышки заболеваемости и того, что везде растет заболеваемость и прочее, прочее. И то, что открывшиеся школы и детские сады были, в общем-то, ну, по их представлению, по мнению Дзабелина, например, причиной распространения, ускорения распространения инфекции. Вот на фоне этого говорить о том, что оставшуюся школу закрывать не надо, непонятно. То есть, вот здесь Айбулат Хажин нам явил пример того, как он может быть немножко беременным. Чуть-чуть, наполовину, на какую-то долю процента. То есть, так не бывает в природе. То есть, либо все школы, либо нет. Ну, тем не менее, вот министр образования у нас имеет такую точку зрения. Второй традиционный вопрос, как обычно, ЖКХ. Ну, и теперь, вот в этот период мы, конечно, говорим в основном об отоплении. Алан Викторович Морзаев сообщил нам традиционно, что все у нас штатно и безаварийно. Все многоквартирные дома и все соцобъекты в Республике Башкортостан подключены к отоплению. Кроме трех. Это общежитие железнодорожного техникума, сам железнодорожный техникум и детский сад в селе Малаяз. Вот поименно три объекта, в которых там по аварийным причинам нет отопления. Все остальные объекты в Республике Башкортостан, много-много тысяч объектов подключены. При этом Морзаев констатирует, что жители Республики массово жалуются на отсутствие тепла. И причиной этого отсутствия при подключенном отоплении является завоздушивание системы. Морзаев, естественно, призвал управляющей компанией и все эксплуатирующие организации бороться с этим завоздушиванием, прекратить его пресечь и чтобы его больше не было. Мы уже видели на прошедшей неделе, как вице-мэр Гайфулин героически в пиджаке и итальянских ботинках взобрался куда-то на чердак и крутил какую-то гайку, развоздушивая систему. Ну, видимо, ситуация достаточно напряженная, если уж Морзаев говорит о том, что массовые жалобы. Кроме всего прочего, я сейчас расскажу одну историю, которая у нас тут пришла, которая призвана, собственно, иллюстрировать, что у меня есть ощущение, что Алан Викторович не получает всю полноту информации о состоянии дел в его министерстве. Конкретно из управляющей компании Затон, обыкновенной сантехникой, Азамат Ягафаров прислал нам видео того, в каком состоянии находятся дома в его управляющей компании, где он работает сантехником. Более того, Азамат Ягафаров, будучи простым, но очень ответственным человеком, попытался обратить внимание своей управляющей компании на состояние в домах, адреса которых он называет в том видео, которое мы вам сейчас покажем. И начальство этой управляющей компании, по словам господина Ягафарова, вместо того, чтобы принять меры к устранению этих вещей, решило устранить самого сантехника Ягафарова. Посмотрите эти видео, на них есть адреса, может быть, кто-то из наших зрителей живет в этих домах. И, собственно, что говорит нам сантехник Ягафаров? Сантехник Ягафаров рассказывает нам, за что мы переплачиваем в процессе эксплуатации домов. Вот за эту льющуюся горячую воду, за неизолированные трубы отопления и так далее. Это сантехник дома Шмидта-16, Азамат Ягафаров. Я сейчас нахожусь в чердаке дома по улице Шмидта-16, второй подъезд, тихий этаж, чердак. Я пока отсутствовал неделю, тут произошло следующее событие. Вот эта труба, это обратка, обратка ГВС. Снизу поднимается подача, там 10 этаж, это чердак. И она уходит, это вот обратка, возвращается туда подвал. Тут произошло следующее, это труба забитая, и вода здесь не проходит, остывает вода постоянно. Сантехники, получается, здесь поставили на слив, вот она, чуть-чуть открытая она, чуть-чуть открытая. И сливается вот к канализации. Так, там вот дальше кран здесь, там они его перекрыли. За счет этого создается, вот, горячая вода. Это, конечно, хорошо, это вышли в ситуации, но дело в том, что здесь горячая вода очень дорогая, и она сливается. За этот слив платят жильцы. Вот откуда у нас дорогая такая ОДН и большие суммы. Вот в каждом доме вот такие сливы встречаются. Вот из-за этого китайцы у нас огромные. Вместе с того, чтобы узнать причину и устранить, они идут легким путем. И вот так в некоторых саяках годами, месяцами вода льется. Управляющие компании указают о том, никакого дела нет, даже жильцов. Пусть платят, говорят они. Лишь заявок не было. Вот он открытый, да, вот. Все сливается. Вот и все. Ахметова 316. Отопление вот. Трубы все без изоляции, голые вот. Вот туда дальше идет она. Все голые трубы. Грейм, воздух. Как этот дом еще теплоотопительный сезон пропустили? Непонятно, кто им подписывал. Вот, ни одной изоляции нет. Улицы Грейм. Вот ваши деньги, товарищи жильцы. Одаен, одаен тебя толабал. Так, Ахметовы 316. Вот эта заявка, утечка была пятница, 1 октября. Сегодня уже понедельник. Так, какой? Пятый, четвертый. Вот изоленту намотали и все. А тут надо было перепаять. Это тем более горячая вода. Вот, товарищи жильцы, ваши жильцы. Ваши деньги, сколько дней у нас тут бежит. Так, здесь же. Вот еще одна утечка. Так, вот она. Вот она, на фоне. Вот она, все. Вот, тоже пятница в это же время давали. Жильцы, там шум воды было. Вот он, день и ночь. Так, это две. А вот еще одна. У-у-у, да. Так, вот. Вот третья заявка. Уточка, тоже ГБС. Вот, товарищи жильцы, где ваши деньги? Где он? Не видать его, да? Сейчас покажу. А вот она, вот. Вот она, вот. Вот она, день и ночь, день и ночь. Считай с пятницы. Вот она, ваши деньги. Вот она, степи. Я не берусь утверждать на 100%, что сантехник Егафаров абсолютно прав в своих вот этих вот высказываниях. Но я призываю Алана Викторовича Морзаева обратить внимание на эту ситуацию. И если то, что сообщается вот в этих видео, действительно правда, то, ну, наверное, надо защитить Азамата Егафарова от нападок его начальства, объяснить управляющей компании за то, что таких работников нужно примировать, а не увольнять, и держаться за них, но и, естественно, принять меры к устранению вот того безобразия, которое мы видели на этих видео. Третьим вопросом оперативного совещания был, не знаю, как для вас, для меня очень интересный вопрос. Назывался он об итогах визита делегации Республики Башкортостан в Республику Казахстан. Собственно, у меня лично, например, да и у вас тоже, появляется шанс понять, что же действительно там делала наша огромная, гигантская делегация, на что были истрачены деньги на питание, 70,5 миллионов, на которые кормили Ради Фаридовича и его гостей там. Ну, не мясо же он туда поесть ездил, да ведь? Вот для этого Маргариту Дмитриевну Болычеву вызвали на трибуну оперативного совещания, она нам отчиталась об итогах визита делегации. Маргарита Дмитриевна сразу взяла такой очень эпичный тон, видимо, готовилась, назвала этот визит историческим, сообщила, что 29 предприятий и их представители в числе делегации посетили Республику Казахстан от лица Республики Башкортостан, а также Республику Башкортостан представляли, и в этот момент Ради Фаридович самым бесцеремонным образом Маргариту Дмитриевну прервал. Дословно Ради Фаридович с места выкрикнул следующее, перечислять не надо, у нас тут у всех высшее образование, зачем-то напомнил Ради Фаридович. Произошло это так неожиданно, что Болчева, бедная, аж уронила на пол текст своего доклада, но надо отдать ей должное, что собралась она быстро и продолжила, что, ну, во-первых, было согласовано прямое авиасообщение с Республикой Казахстан, между Республикой Башкортостан. Набрав воздуха, Болчева не смогла продолжить свой доклад, потому что Хабиров опять ее прервал, обратившись уже к Раифу Рамазановичу. Дословно цитирую. «Раиф Рамазанович, мне поступило письмо от нашего аэропорта, Норд Винкс, они хотят лететь в Алма-Ату, но нам нужен Нур-Султан». Видимо, Радий Фаридович озабочен тем, чтобы именно в Нур-Султан попали жители Республики Башкортостан, желающие осмотреть его красоты и посетить оперу. Но вел себя, конечно, Радий Фаридович очень подозрительно. Ну, начнем с того, что это очень неучтиво, прерывать даму, и тем более так многократно, и, ну, и как-то вообще выглядело очень непродуктивно. Тем не менее, Болочева собралась во второй раз и продолжила рассказывать нам, чем же, собственно, занималась вот эта гигантская делегация в Казахстане. В частности, создана постоянная рабочая группа по развитию взаимоотношений между Республикой Башкортостан и Республикой Казахстан. В представлении Маргариты Дмитриевны это очень важно. Ну, рабочая группа для меня, как бывшего чиновника, это всегда звучит, как некая такая уже надгробная плита, да? То есть, хочешь похоронить дело, организуй рабочую группу. Это известная догма для всех чиновников. Ну, Маргарита Дмитриевна пока так не считает. Также в Казахстане произошла презентация экономического потенциала Республики Башкортостан. Ну, понятное дело, как же нам без презентации? Создана дорожная карта, которая будет призвана поэтапно задавать темпы развития в отношениях между Республикой Башкортостан и Республикой Казахстан. Всего за время визита состоялось 250 встреч, результатом которой стало 5 соглашений между компаниями Башкирии и Казахстана. Ну, маловато, прямо скажем, 5 соглашений. Ключевым событием Маргарита Дмитриевна назвала встречу Радия Хабирова и президента Казахстана Такаева. Ну, с точки зрения внутреннего тщеславия, это, конечно, так, безусловно. То есть, встретиться с президентом суверенного государства случается не с каждым человеком вообще, в принципе, за всю его жизнь, потому что есть определенный уровень. То есть, встреча с президентом это обычно уровень другого президента, либо его там родственников, либо его подчиненных. Тут вот Хабирова удостоили чести встретиться с президентом отдельного, суверенного, не последнего государства на планете Земля. Вопрос только в том, насколько это, в принципе, может принести какие-то результаты, потому что, ну, о чем могут говорить Хабиров и президент Казахстана. Сложно сказать. Также Булачева отметила, что Хабиров успел встретиться и с председателем парламента Республики Казахстан, с которым говорили о проблемах законотворчества и так далее, и так далее. В октябре 14 представителей Республики Казахстан, в том числе министр торговли Республики Казахстан, прибудут в Башкортостан, как выросло Булачева, они едут со своим бизнесом. Ну, я немножко знаю, как работает бизнес в Казахстане, бывало там, действительно, едут они со своим бизнесом. Это вот очень метко подмечено. Так что я бы немножко умерил вот эти восторги от вот этой поездки, потому что, ну, судя по тому, что нам рассказал Булачева, ничего технически, физически еще не случилось. Может быть, есть перспектива. Вот в конце этого доклада Хабиров сказал очень верные вещи. Здесь я не иронизирую нисколько. Дословно, Казахстан – это огромный, дружелюбный рынок, географически нам близок, и правительство нас поддерживает. Очень верные слова. Главное, вот этим всем правильно воспользоваться. Казахстан – действительно перспективный рынок. Но, ради Фаридовича, это непростой рынок. И казахи – это непростые, какие-то улыбчивые азиаты, которые, значит, готовы на все ради вас. Нет, это очень сложный рынок, это очень сложные партнеры, с ними нужно всегда держать ухо востро. Так что, ну, не испытывайте иллюзий. Четвертым вопросом оперативного совещания был тоже вопрос, посвященный экономике. Вообще, вот эта оперативка была про экономику. Вот вообще не говорили ни про выборы, ни про какие-то социальные аспекты. Все было про экономику. И этот четвертый доклад делал первый заместитель премьер-министра, министр экономического развития Муратов Рустам Хамитович. Доклад был о новых инструментах развития Республики Башкортостан. Ну, в общем-то, наверное, любопытно, что новенького появляется у нас в попытках приподнять экономику нашего родного края. Из доклада Муратова я выделю два основных аспекта, которые, как мне представляются, важны и новые, действительно. Первое — это возмещение стоимости инфраструктуры, созданной инвестором. До полутора миллиардов рублей в год правительство Республики Башкортостан намеревается отправлять на этот проект. То есть, переводя на русский язык, выглядеть это будет следующим образом. Если инвестор в рамках своей деятельности, ну, например, строится какой-нибудь крупный жилой комплекс, и человек инвестирует, или компания инвестирует туда какие-то большие деньги, они вынуждены построить, например, еще подъездные дороги, подвести нитки коммуникаций, там, водоснабжение, канализацию, водоотведение, газ, электричество и так далее. Так вот, стоимость вот этих инфраструктурных вещей государство до полутора миллиардов рублей готово им компенсировать. Это, конечно, очень крутая помощь инвестору, то есть он автоматически очень сильно снижает себестоимость своего проекта. Ну, Муратов сообщил, что в основном этот механизм будет работать в особой экономической зоне Алга, значит, около двух миллиардов туда готовы будут вложить в какой-то период времени, и компенсировать инвесторам вложения, которые они совершат на общую сумму около восьми миллиардов. Ну, да, звучит очень здорово. Правда, тут Муратов оговорился, что это десятилетняя перспектива, но, тем не менее, неважно. Важно будет понять одну вещь. У меня сразу, слушая Рустама Махамедовича, я задал сразу же вопрос, в чью собственность переходят эти коммуникационные объекты, то есть все вот эти объекты инфраструктуры. То есть, ну, условно говоря, человек построил подъездную дорогу или там проложил теплотрассу или, не дай бог, мост какой-то построил, да, то есть который будет способствовать развитию его проекта. И потом у него государство ему компенсировало, по сути, выкупило. Чья это теперь будет собственность, кто будет эксплуатировать, в чью пользу или, наоборот, на кого лягут расходы по эксплуатации вот этих инфраструктурных объектов. Это очень важный вопрос. На него Муратов нам пока не ответил. Второй инструмент, который я выделил, инструмент по развитию поддержки экономики Башкортостана, это тот самый инфраструктурный кредит, о котором говорил Хабиров. Бюджетный кредит на 14,8 миллиарда рублей, который одобрен федеральным правительством. Собственно, Муратов нам рассказал, куда конкретно будут потрачены эти деньги, и это очень важно. Хабиров еще пока ни разу об этом не говорил, он просто восхищался вот этой суммой, но он, видимо, себе представил, что такое 14,8 миллиарда рублей. Я лично себе вот физически это представить не могу. Вложенные эти деньги будут в комплексное развитие городского округа Нефтекамск, 2,8 миллиарда рублей, и в жилую застройку Южные Ворота в городе Уфе, 12 миллиардов рублей. Совокупно, по расчетам Муратова, оба эти проекта, оба вот этих вот инфраструктурных кредита, то есть, ну, это один инфраструктурный кредит, который будет разбит на две части, оба эти вложения по расчетам Муратова должны нам привлечь сюда, в Башкортостан, порядка 400 миллиардов рублей инвестиций и создать 16 тысяч рабочих мест. В результате всего этого мы получим 5,7 миллионов квадратных метров жилья. Ну, это вообще, конечно, звучит колоссально. То есть, инвестиции привлекаются в представление Муратова, то есть, два годовых бюджета Республики Башкортостан. Ну, круче не бывает. И это еще помимо вот этих историй с экономической зоной Алга, помимо, значит, инвестиционного проекта Синара, электрических трамваев и так далее, и так далее. В общем, слушая Муратова, я некоторое время впал в эйфорию счастья и понимание того, что вот оно уже случилось, как говорится, не зря терпели, но быстро спустился на землю, и хочу сказать такую вещь. Все вот это очень правильно. Теперь бы нам все это сделать, реализовать с минимальными искажениями, с минимальными хищениями, с минимальными проблемами и так далее. И тогда мы действительно, если уж не в раю заживем, то на вполне достойной территории, которая будет облагорожена, в которой будет современный транспорт, отличная инфраструктура, прекрасное, просторное, светлое жилье и так далее, и так далее, из которого перестанут убегать люди тысячами постоянно на соседние территории, в Оренбург, Казахстан или еще куда-нибудь, а наоборот, в соседних территориях потянутся к нам. Ну, как говорится, дай нам Бог. Завершили оперативное совещание обсуждением вопроса строительства башкирских двориков. Тема эта, конечно, уже навязла в зубах, вот прямо скажем, еще Беляев и его предшественник это все дело жевали-жевали, сейчас это досталось Морзаеву. В этом году 140 дворовых территорий облагораживает Морзаев, 99% готовности. Правда, Алан Викторович отметил, что в Уфе из 17 6 дворовых территорий не готовы, и в Ишимбае из 4 2 дворовые территории не готовы, но до 30 декабря, к Новому году, они будут закончены. Лучшие практики Морзаев отметил в городе Октябрьский, Училы и Милюзи, а самый масштабный проект, огромный двор 9 многоквартирных домов за 42 миллиона рублей был реализован в городе Кумертау. В общей сложности Морзаев потратил, или планирует потратить, по крайней мере, на этот проект в этом году 2,2 миллиарда рублей, деньги немалые. Но, на самом деле, оценивать вот эту работу по башкирским дворикам и по тому, как изменились вот эти пространства между домами, которые у нас называются дворами, наверное, нужно самим жителям. Потому что, ну, понятное дело, чиновники себя будут хвалить, как же без этого. Понятно, что Хабирову надо себе насчитать какие-то достижения, как же без этого. Но реальную оценку дать можем только мы. Выслушав Морзаева, Хабиров отметил, что в 21-м году хоть что-то получилось с ремонтом дворов, и не повторился 19-й и 20-й год. Ну, как говорится, окончательно вынес приговор Хабиров к господину Беляеву, который томится под домашним арестом и ждет суда над собой по вот этому делу о кумертауских очистных сооружениях. Я так понимаю, что на Беляева и Кучербаева наше правительство махнуло рукой, и Хабиров махнул рукой. Единственное, что, наверное, все-таки они не допустят того, чтобы Беляев загремел конкретно в кутузку, а Кучербаева-то точно туда спровадят. Ну, и, собственно, на этом все дело замнуто и постараются забыть. В общем, в представлении Хабирова в этот раз дворами получилось все хорошо. Но, повторюсь, решать только нам. Хорошо или не очень? Оперативное совещание в этот раз завершилось очень нетривиально. Ну, оно взяло и оборвалось, на самом деле. То есть, запись оборвалась, как будто кассета кончилась. Ну, так как никакой кассеты нет, мы понимаем, что это было намеренно сделано. И, собственно, Хабиров в начале оперативного совещания упомянул о том, что он хочет пообщаться по видеосвязи в закрытом режиме с главами районов. О чем уж там он будет общаться, я не знаю. Почему это нужно скрывать от нас, я тоже не знаю. Но вообще что-то такое загадочное было в этот раз, потому что Хабиров трижды упомянул о том, что он, может быть, завтра едет в Москву, а, может быть, не едет. И как-то очень нервно все время куда-то туда за головы Сидякина и за первые ряды куда-то указывал и говорил, вы там уж определитесь, ехать мне или не ехать. Совершенно непонятно, то ли его вызывают на ковер, то ли действительно какая-то неопределенная рабочая поездка. Ну, в общем, что-то подобное звучало. Ну, и завершение оперативки случилось вот такое внезапное, резкое, как выстрел. Субтитры создавал DimaTorzok